И всем привет, ребят! С вами с Ройкостью записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашим замечательным рейтингам. Давным-давно у нас не было этой замечательной рубрикой. Давным-давно мы вместе с вами не смотрели, не обсуждали никакие темы, связанные с рейтингами. Но на сегодняшний день появилась очень-очень важная тема, которую стоит обсудить, стоит рассмотреть. Ну а вы, конечно же, поддерживайте данный видос лайком, если вам нравятся видосы, посвященные рейтингам. Подписывайтесь на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на канале. На 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танкоинов. По моему личному тегу для этого в настройках игры. В аккаунтике устанавливайте мой личный тег, тактимпэд. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а что же интересного мы сегодня будем вместе с вами обсуждать? Конечно, мы будем обсуждать двух самых жестких игроков по званию в нашей игре, которых вы видите на своих экранах. Это Борис и это Аса, и между ними отрыв на сегодняшний момент времени меньше 20 легенд. Когда-то Борис занимал нереально жесткие лидирующие позиции и отрывался на где-то 50 легенд, но уже сейчас их отрыв максимально сокращен. Если бы Аса еще бы на этой неделе набил бы плюс-минус столько же, сколько он набивал на предыдущих 2-3 неделях, то, быть может, сейчас бы этот отрыв составлял бы уже не 18 легенд, а составлял бы уже каких-нибудь 10. 777-я легенда, именно настолько легендарная легенда у Бориса на сегодняшний момент времени, на момент записи этого видеоролика, что касаемо Асы, у него 759-я. Что один, что второй игрок идут на первые 800-е легенды в нашей игре, и, быть может, уже в этом году один из этих игроков доберется до тысячной, тысячной, вы просто вдумайтесь, тысячной легенде. Если учитывать их потенциал и учитывать то, насколько много они набивают сейчас, это вполне реально, да, потому что еженедельно по полмиллиона, бывает даже и ближе к миллиону опыта, они зарабатывают, ну и тем самым доказывают всем, что они не готовы сдаваться и готовы даже между собой конкурировать с точки зрения легенд. Не знаю, что ими движет, не знаю, насколько мотивация огромная у этих игроков набирать такое большое количество званий за короткий период времени, но я лишь лицезрею и вы вместе со мной эту ситуацию. И на сегодняшний день это два безуговорочных лидера и, быть может, уже даже совсем скоро Аса сумеет сделать невозможное и сумеет обогнать Бориса, который уже на протяжении нескольких трех, может даже больше пяти каких лет, занимает первую строчку по легенде в нашей игре. Ту легенду, которая набивается именно ручным способом, а не выдается какими-то разработчиками, да, потому что можете там начать говорить, что там якобы у кого-то есть легенда больше, но если мы рассматриваем легенду, которая набивается своими руками, то вот она легендарная, трисемерочная, 777-я легенда Бориса. И как знаменательно, что у нас совпало, что именно в этот момент я записываю видос, когда он набрал 777-ю легенду. Где же играют эти игроки в приоритете, да, где же они зарабатывают эти безумные количества опыта, ведь у каждого из них есть своя стратегия по набитию опыта и кристаллов. И сегодня немножко подробнее, наверное, по этому поводу расскажу. В принципе, их сами профиля я уже обозревал очень большое количество раз, да, и здесь, если смотреть на коэффициенты, то у Бориса полторушка коэффициент, у Ассы будет чуточку поменьше коэффициентик соотношение опыта к кристаллам, но что касаемо УП, у Бориса тоже здесь выглядит все поинтереснее. 2.68. Эффективность когда-то у Бориса была в первой сотке, но, к сожалению, в связи с тем, что у нас опыт сейчас растет в матчмейкинговых боях столь быстро, его эффективность стала резко падать, ну и, в принципе, здесь нет ничего удивительного. Что касаемо Ассы, то у него 1.78 УП по часам в игре у Бориса на, получается, сколько? На практически, практически 3000 часов больше, и при этом за 3000 часов больше всего лишь, всего лишь на, ну, грубо, 3,5 миллиона опыта больше, да, то есть это вообще, ну, довольно мизерный отрыв, но нужно понимать, что изначально все эти часы набивались не с такой скоростью, да, и легенды раньше невозможно было поднимать с такой скоростью, как это можно делать сейчас, раньше можно было там за несколько дней поднять хорошо, если одну легенду, сейчас же можно несколько легенд, если сильно постараться поднять за один день, то есть скорость набития раньше и сейчас она отличается, поэтому эти часы, ну, могут особо сильно ничего не показывать. Что же касаемо режимов, где же играют эти игроки на сегодняшний момент времени, где я их, например, вижу чаще всего? Аса не изменяет себе и своим традициям, он продолжает играть безумно большое количество времени в режиме Аса, да, это тот режим, который нравится ему больше всего, что касаемо вооружения, честно говоря, не знаю, что он использует на данный период времени, но больше всего у него набито на аресе почти 60 миллионов опыта за 2500 часов, это свидетельствует нам о том, что как раз таки именно этот корпус является приоритетным у него и если вдруг бы в нашей игре бы сейчас появились бы трофеи на ареса, что-то мне подсказывает, что Аса как раз таки был бы первым игроком, который бы набил бы на этом корпусе трофей чеки. Что же касаемо Бориса, то он предпочитает играть больше всего на Викинга Изиде, на Викинга Молоте со штурмовой кассетой, ну и плюс у него, конечно же, есть Магнум, который мне кажется, что сейчас он уже не особо сильно использует, но если у вас номинально самый любимый корпус это арес, то у Бориса это Викинг, на котором он уже играет супер долгий период времени, 8 тысяч часов у него на нем набито и за это все дело заработано 120 миллионов опыта, да, всего у него, как вы видите, здесь показывают 156, то есть из них практически 80% набито как раз таки на Викинге, то есть это его супер приоритетный корпус, и если бы трофеи на Викинг появились бы, то Борис, я думаю, что тоже был бы одним из первых, кто этот трофей бы оформил бы себе на аккаунт. Что касаемо режимов, то Борис играет как раз таки в штурме, да, это его приоритетный режим, и чаще всего это именно штурм не за атаку, а штурм за деф, чтобы можно было контролить вражеские респы и делать как можно больше киллов. Своего рода ТДМка, только с меньшей конкурентностью и меньшим акцентом на него самого, и если вдруг попадается катка, в которой он видит, что по нему будет дамажить неплохой урон, либо там довольно неплохие противники, то он просто берет и перепикивает бой, да, он ни в чем себе не отказывает, взял, хоп, перепикнул и все. Поэтому выбирает именно удобные катки в штурме за деф и спокойно набивает большое количество очков. Периодически бывает даже играет в спецрежимчиках, в которых тоже у него в этом плане все очень и очень успешно продвигается. Что касаемо новой недели, то Борис еще до сих пор не набил ни одного опыта, отдыхает после выходных, скорее всего играл до рестарта и старался набить как можно больше опыта, отлично понимая, что Аса его уже догоняет. Но что касаемо Асы, то у Асы предыдущая неделя получилась какая-то не супер активная относительно предыдущих двух, может быть трех, может быть даже месяца, да, где он набивал крайне-крайне много, но зная Асу, у него бывают такие периоды времени, когда у него просто нет возможности играть в нашу игру. Да, бывает, когда у него есть возможность, бывает, когда у него ее нету, поэтому, в принципе, для меня это особо сильно не удивительно, поэтому у Бориса есть шансы удерживать эти позиции, если, конечно, у Асы будут проблемы со временем и он не сможет на полноценную катушечку выкладываться. Но вот если такая возможность у него будет, то что-то мне подсказывает, что уже совсем скоро у нас все это дело поменяется, и Аса станет первым и, ну, по сути, топ-1 легендой в нашей игре. Пишите, что вы думаете по поводу этих двух замечательных рейтингов, по поводу этих двух игроков, возможно, у вас есть какие-то мысли, что вы думаете вообще по поводу всей этой гонки легенд. Обязательно поддержьте данный видео с лайком, если вы хотите видеть больше видеороликов, связанных с рейтингами. Раньше эта тема была супер актуальна, и я довольно часто записывал видосы по ним, но сейчас как-то эта тема подутихла, да, поэтому если вдруг у вас до сих пор есть супер-мега активность и желание, чтобы я чаще записывал видосы по рейтингам и обсуждал игроков, возможно, легендарных, возможно, наоборот, игроков, которые плохо играют, да, и у которых там плохие показатели, но в любом случае они тоже своего рода легендарные, то обязательно поддерживайте данный видос лайком, подписывайтесь на этот замечательный канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, давай не пропускать новые видеоролики, ну и в комментариях давайте обсудим этих двух замечательных игроков, верите ли вы в то, что Аса сможет обогнать Бориса. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!